Этот театральный сезон богат на премьеры. Мы на мюзикле «Принцесса цирка» наблюдали за тем, как сцена театра мюзикла превращается в цирковую арену. Год 12 цирковых артистов тренировались здесь и в Монреале, но продолжали репетировать, даже когда до премьеры оставались считанные минуты. Еще бы, все трюки они выполняют без страховки. Это тщательные тренировки и репетиции. От этого зависит безопасность. А лонжи у нас нет. Многое, как и в цирке, зависит от самого артиста. А что за кулисами? Пока главных героев гримировали, они непринужденно общались и шутили. Шутки шутками, а Ефим Шифрин – один из главных злодеев мюзикла. Роль написана специально для него. Ведь я же славный сам, на самом деле. Я душка, а этот человек нехороший. На самом деле, все неприятные интриги. На мне, к сожалению. Злодеев, интриг, обмана и предательства в мюзикле хватает. Но любовь, как это обычно бывает, побеждает все. Это моя история про Теодору Вердье, которая встречает заслуженную, настоящую любовь. Сначала не осознает, но потом в полной мере познает это счастье. Главное действующее лицо здесь все-таки цирк. И именно цирковые трюки срывают большую часть зрительских аплодисментов. И основная интрига мюзикла не в том, будут ли вместе мистер Икс и графиня Теодора. Публику беспокоит, как будет выполнен смертельный номер в исполнении главного героя. Чтобы выполнить этот трюк, нужно прожить с акробатикой, с эквилибром. Ну, полжизни это точно. Особый шарм принцессе цирка придает атмосферу Парижа, шутки героев второго плана и легендарная музыка композитора Имра Кальмана. Мне кажется все это теплым, воздушным, интересным. Очень душевная, профессиональная и честная работа. Замечательная музыка. У меня поразили декорации. Я вам скажу, никогда еще в Кальмане не было столько цирка. Принцесса цирка теперь каждый день, кроме понедельника, на сцене Московского театра Мюзикла. Антон Ищуков, Алексей Бондаренко, Первый канал.